приветствую привет привет коллега очень рад очень приятно вас слышать да приветствую а немножко задержку у меня идет так ну что ну что я даже немножко в растерянности так сколько нас смотрит нас смотрит один человек пока ну да ладно ну что давайте представимся нами для людей начнем я думаю сейчас моя публика немножко кто-нибудь присоединится ваша публика присоединится ну и вы может меня лучше узнаете в общем меня зовут крафтов сергей я являюсь с врачом эндокринологом центр спортивной медицины раньше как и вы вы мой двойник олега потому что мы еще и тренировками занимаемся я тоже раньше вел персональные тренировки пока мне позволяла очень моя занятость физическое время вот вот так понял а вы сейчас нормально меня слышно видно без задержки сейчас немножко прошла вот эта задержка а вы врачом практически сколько работаете практикующим точнее да немного на самом деле сейчас скажу посчитаю ну около года на самом деле то есть немного у меня там был перерывчик один я переезжал сюда в самару жил в москве пока туда-сюда ездил в общем катался такая странная история и сейчас тренерской деятельностью не занимаетесь нет уже ушел я от этого в общем как-то как-то это все было на волне вот этой моды фитнесу когда это все на ютубе все горело в общем все хотели качаться ну а сколько вам лет я прошу прощения ну сколько задержка было 30 еще раз 30 лет а ну мы почти одного возраста мне 34 поэтому в принципе можно можно сказать дети дети 90-х ну как бы так и есть ну да вот я просто для меня фитнес это как вторая работа вот я практикующий врач детский нейрохирург вот сначала был обычным хирургом общем общего профиля прошел клин ординатуру потом год отработал и потом специализация дополнительная потому что ну понравилась мне нейрохирургия как бы реалишил после того как я во время одного из дежурств как бы попал на операцию там эпидуральную гематому удаляли после ДТП я уже после этого скажем так в живот возвращаться не захотел мне больше вот понравилось там конкретно работать с головным мозгом вот в оперативном плане ну а фитнес это всегда я всегда говорю что с медициной я познакомился в 16 лет а с фитнесом в 12 лет то есть я впервые пошел в тренажерный зал в 12 лет поэтому фитнесе я дольше чем в медицине ну как бы общий практический опыт в медицине у меня с 2006 года это ну уже 15 лет да то есть я начинал как фельдшер скорой помощи потом как врач-хирург потом нейрохирург и параллельно с этим все было на фоне тренировок скажем так вот и вот 2018 году я наконец-то реализовал ну реально свою мечту то есть я стал работать тренером персональным и до сих пор работаю у меня есть клиенты я очень люблю эту работу реально не меньше чем медицину и почему я ее так люблю вот сейчас плавно мы перейдем к теме эфира потому что она для меня неразрывно связана с медициной особенно там биохимия и вот по вашему профилю эндокринология вот и ну конкретно я занимаюсь вопросами ожирения там инсулинорезистентности вот диетологии в связи чем проходил специализацию по диетологии эндокринологии пищевой и психологии пищевого поведения и вот мне интересно у вас узнать почему вы прекратили заниматься 3 тренерской деятельностью и работаете ли вы с клиентами но может в режиме онлайн или формате консультации в плане эндокринологических вот таких вот подходов ну то есть работаете ли вы с клиентами с пациентами в плане вот похудения нормализации там веса и прочего прочего да конечно работаю работаю дистанционно прекратил в каком плане ну в плане формата фитнес-клуба то есть я веду какую-то я говорил что у меня там есть повышение квалификации старая по реабилитологии такое коротенькое но ввиду как бы тренировки иногда вот по ним у нас сейчас как раз вот в клинике спортивной медицины где я работаю кроссовер есть но это больше не динамика то есть вот не позволяет кроссовер конечно реализовать всю вот эту динамическую работу активную как допустим зале непосредственно ну и как тренерство это не назовешь потому что просто дается комплекс человек у человека уходит вот в таком формате и онлайн полностью по ожирению в общем-то по инсулинорезистентности по тиреоидам по щитовидной железе конечно тоже работаю и в основном веду блог на ютубе если да смотрели очень вот рад не тоже занимаюсь вплотную вопросами вообще психо эндокринологии потому что безумно интересная тема видите как завязано нужно же еще человеку донести психологически бывает сложно все эти моменты так что вот как то так ну я скажу что на самом то деле вот у людей которые не могут похудеть ну там в основном 99 процентов случаев это вот здесь вот проблемка ну скажем так неврологического психологического характера и в первую очередь вот я как работаю в первую очередь мы исключаем соматическую патологию то есть там в основном это что поджелудочная железа щитовидная железа какие-то там сопутствующие соматические патологии там желчный пузырь в общем все что связано с этой штукой и второй момент это если исключена соматическая патология но как правило вот клиент приходит фитнес-клуб запросом похудеть у него сто процентов что-то есть либо какой-то там инсулино резистентность начинается либо вообще уже там метаболический синдром очень много кстати для меня было открытием очень много у людей с лептином проблем то есть лептин очень низкий и бывает так что на фоне вот назначаешь альфа-липоевую кислоту буквально за неделю люди начинают худеть там семимильными шагами аппетит снижается очень сильно ну то есть как бы не прямое жиросжигающее действие еще один момент у не знаю как у вас вы в самаре правильно практикуете не знаю как у вас там с количеством солнечных дней году у нас несмотря на то что в одессе в принципе вроде бы южный город живем около моря тепло но тем не менее просто катастрофическая ситуация с уровнем витамина д и йодом гипотиреоз у каждого но я не знаю второго это точно вот и после того как люди сдают анализы буквально нормализация рациона небольшая там витамин d и йод там включаем витамины группы b или там альфа-липоевую кислоту и люди начинают уже худеть за это вот второй момент это конечно психология потому что если у человека хронический невроз какой-то то лишний вес в основном это как симптом проявляется симптом какой-то причины и ну это все равно что грубо говоря если есть какой-то невроз там по типу там я не знаю компульсивных расстройств обсессивных расстройств и если мы не уберем эту причину ну это будет просто издевательство это все равно что грубо говоря забить гвоздь в руку да или занозу загнать и просто глотать обезболивающее то есть пока мы не уберем вот этот вот момент то как правило ну нету результата ну или он есть он краткосрочный потом всегда наступает так сказать срыв до срыв диеты почему срыв диете потому что в принципе здоровый человек мы если у него все он это не обязательно что он с ума сошел да там шизофреник или там ну я такие термины употребляю чтобы зрителям понятно было в принципе здоровому человеку ему ну не представляет труда там держать диету если она правильно составлена или там ходить на тренировки а когда он вечно в депресснике у него кортизол высоченный опять же до предпосылки ожирения вот и или там у девушки на фоне этого депрессивного такого состояния еще и поликистоз яичников ну люди просто сходят с ума и вот у меня был такой опыт у меня клиентка была онлайн из израиля вот я ее отправил на узи у нее нашли поликистоз я и назначил метформин для меня это было как бы в новинку я особо метформином раньше не пользовался назначил и она буквально там через три дня мне звонит там ой вы знаете у меня там и в семье отношения наладились и ну короче мозги заработали совсем по-другому глюкозка пошла немножко туда куда нужно и как бы ну вот то есть фитнес он может быть тоже да вот с таким медицинским уклоном и реально можно лечить людей вот да да абсолютно согласен и это как ну то есть если сталкивались с клиентами с израиля да мы как-то я просто тоже у меня были ну у нас вообще как бы очень много в самаре людей из израиля кто-то живет 50 50 здесь и мы обсуждали вопрос о кошере да кошерности и соответственно очень часто веду людей запросами именно вот чтобы ну кошерная еда была помимо того что нужно написать диету как бы стандартную подходящую вот и такой интересный момент вот фитнес и понятие кошера в целом они же похожи в том плане что ты держишь себя ну в определенных рамках да то есть дисциплина да это вот как образ жизни в целом включающие себя множество факторов вот ну в том числе конечно же и соответственно вот эти все моменты пока народу много не набралось и я думаю что так хотел немножко это с вами на свою тему немножко обменяться опытом а как вас со слюной с кортизолом сдаете слюну сдаю но честно говоря до кортизола редко доходим потому что обычно во время обследования выявляется вот дефицит витамина d пониженный уровень щитовидных гормонов потом с инсулином натощак индекс хома бывает зашкаливает у людей часто низкий лептин опять же начинаем разбираться в диете ну понятно что там в основном трэш всякие там булочки но в общем все как положено шоколадки и прочее прочее и обычно я заметил кортизол он у людей высокий на фоне вот этого все то есть когда мы нормализуем соматику в плане вот эндокринке то и кортизол тоже снижается особенно если мы добавляем вот полезную физическую нагрузку там хотя бы три раза в неделю ну это реально терапевтический эффект есть такой да еще много у мужчин которые приходят вот с лишним весом часто низкий тестостерон вот и это тоже ну я я никогда стероиды не употреблял в принципе не прописываю своим клиентам но я как бы немножко стремаюсь этого не хочу лезть так глубоко вот но реально очень бывает низкий там буквально ну у меня был такой случай у человека он и жена сдавали анализы у его жены тестостерон был выше чем у него и характерная вот такая вот ну клиническая картина можно сказать мужчина до 47 лет он говорит ой мне ничего не хочется я вот по вечерам смотрю сериалы и кушаю сладкое это уже как бы показатель того что надо идти сдавать половые гормоны что-то тут не то ну да это это не характерное поведение для особи скажем так мужского пола вот поэтому ну у мой профиль моих клиентов говорит о том что эндокринной патологии просто вот выше крыши вот интересно узнать как у вас в самаре дела с этим обстоят тоже наверное люди этим страдают да люди этим страдают и я сейчас такую прям сейчас я расскажу короче свою боль я вот честно я прям сейчас скажу вещь о которой врачи наверное не говорят и считается несколько неприлично говорить да да потому что этого появилась масса в общем масса в кавычках фитнесеров я сейчас с этим вот прям борюсь две ситуации первая ситуация это даст анаболическими стероидами без контрольного приема когда без показаний человек приходит и я вот это все разбираю или допустим я знаю что человек был на газете ко мне попадают люди которые уже на газете я какое-то время веду человек пропадает абсолютно его нет нигде он там в соцсетях как тоже дистанцируется потом приходит и вот с букетом с целым там липидный получили в общем все вот это вот вылетело там ну не буду долго перечислять понятно что задница там короче полная но это не самая большая беда самая большая беда это алкогольные наркотические истории то есть когда приходят люди да причем ну как бы такая как бы форма наркомании не вот прям тяжелая ну короче так вот периодически они что-то балуются и я вообще не понимаю иногда я просто смотрю я я не понимаю что происходит человеком нормально нормально потом в заднице все и ну начинаешь уже разговаривать как бы озвучиваешь и в таких моментах вот если нас кто-нибудь смотрит я сейчас не вижу ну немного людей но вообще потом записи постараемся эфир оставить в общем лучше сразу говорить об этом врачу да мне кажется что ты что-то принимаешь неважно какие любые препараты принимаешь потому что это боль это просто боль и такое внимание происходит вообще вещей которые там в организме особенно после наркотиков это жесть просто у нас сейчас очень много молодежи пользуются ну вот эти закладки соли там всякие короче я помню может вы помните в девяностых был период когда там все рухнуло и очень много на улице стало бомжей и наркоманов вот прям они у нас тут в одессе вообще ну просто был такой идешь это ну я ребенок в школу иду они на перекрестках стоят такие все уже ну в этом в нирване как мы говорили и сейчас то же самое их очень много появилось причем ну это все там средь бела дня могут ну это прям их как не сильно много там но это реально есть и молодежь на этом очень сильно страдает вот и да хочу вот отметить то что очень много людей употребляет анаболические стероиды бесконтрольно и опять же это откуда идет да то есть ребята не думают что я вообще не понимаю зачем в 20 лет там колоться до тестостерона ну вот нафига я не 34 я вот буквально недавно сдавал у меня он на верхних референтах максимально но но понятно что как бы в натуражку никогда ты не наберешь такую массу как на курсе да но она и не нужна по большому счету это не влияет ни на количество клиентов которые к тебе приходят там на твой какой-то супер доход тоже там сильно может ну то есть если человек дурачок то ему большая масса как бы погоды не сделать вот она здоровье это очень сильно влияет причем что но люди садятся на курсе такие там нандролоны тринболоны плюс сама тропин сверху там фигачит и они же не понимают да особенно если человек не медик что вместе с мышцами может вырасти еще кое-что какая-то там злокачественная опухоль до печени вот такого размера будет ну как бы зачем с ней же потом жить еще то есть когда ты захочется детей да там сделать вот а с 20 лет до 30 и люди сидят уже практически на вечных курсах но это такое это их личный выбор вот но и тут большую роль еще играет конечно вот youtube instagram там ну facebook не так то есть подается картинка но видно что человек на курсе это же видно сразу по дельтам по трапецию ну вообще то есть вот и у людей начинаются сдвиги по фазе хочу быть таким и хочу быть таким стать таким быстро потому что в принципе в натураж куда как говорится можно тоже массу набрать если ты будешь натуражку делать три подхода жима лежа три сотку да на 10 раз в трех подходах ты будешь у тебя будет форма просто топ как бы это но для этого надо пахать а никто же не хочет проще там понятно что на курсе тоже надо пахать но опять же мы возвращаемся к тому что не сравниться набор массы на курсе причем это набирается сухая мышечная масса да потому что когда ты набираешь в натураху ты заплываешь немножко жиром потом начинаешь сушку естественно вместе жиром ты теряешь большую часть мышечной массы вот на курсе такого нету поэтому как бы многие люди на это ведутся но как правило возникают откаты и опять же да не все понимают что такое пк т что где-то надо гонадотропину колоть какой-то там оксифен там может она строзов и люди просто гробят себя кстати есть еще такое интересное наблюдение что на фоне ну так называемой астероидная ярость но это не совсем стероидная ярость это ну как бы если человек имеет отягощенную наследственность плане психиатрии там какие-то родственники где-то шизофрении болели какие-то маниакальные расстройства гипотемии там то как правило на фоне приема стероидов это все обостряется и то есть если человек имеет шанс этим заболеть ну как бы не обязательно что забыли то на фоне приема таких средств он заболевает вот да да сегодня как раз снимал видео о биполярном расстройстве я вот тоже говорил прием маниакальная особенно фаза вот толкнуть загенным тестом вообще но это да это да и хотелось бы подчеркнуть что вот опять же если допустим к примеру люди как вот вы говорите еще более-менее не забывают про вот на моем опыте лично у нас самаре там они приходят они знают что такое тамоксифен они знают что такое капергалин из разряда они там работают с этими там ну гаст соответственно все эти эстрогеновые дела и так далее но совершенно с липидным профилем никто не работает это вообще катастрофа ну про индекс хомы там и все эти инсулиновые истории инсулин который гуляет метаболический синдром после курсов у меня уходит тоже моментально то есть вообще как правило если допустим есть гинекомастия на курсе или после то как правило есть проблемы с липидным профилем почему потому что там где грудные железы жировая ткань непосредственно около них пара ли пара реолярная до зона там очень высокий уровень ароматазы сам по себе то есть это такой локальная особенность вот и там где высокая ароматаза там и проблемы с липидным профилем но почему его ну редко кто обращают внимание нового редко кто потому что он же не не болит а потом когда хлопает инфаркт не дай бог уже потом как такое у меня кстати был такой случай прямо на практике мужчина пожилой видно было что на курсе и такой на специфическом курсе я думаю что вы наблюдали таких товарищей когда очень яркая задержка жидкости то есть его фонит вот ну уже фонит вот прям он ходит эстрогеновый и соответственно у его увезли прям на скорой был у него то есть прям вообще короче катастроф с этим на самом деле и все равно как бы люди продолжают несмотря на такие случаи да тут дело в том что даже допустим там и люди ну есть кто разумно подходит курсу есть нет и даже при разумном подходе то есть там за люди сдают онкомаркеры сдают там и не знаю антитела там кирио пероксида ну короче весь комплекс все равно даже если в данный момент у человека все нормально это не факт что там через месяц у него не произойдет какого-то тяжелого обострения у меня два моих знакомых но это не пациенты мои так друзья детства словили очень тяжелый панкреатит почти панкреонекроз на фоне приема суматотропина то есть гормон спровоцировал вот такой вот жуткий панкреатит и в обоих случаях это закончилось оперативным вмешательством но слава богу все живы здоровы вот и у одного сейчас правда проблемы с инсулиновым профилем с глюкозой то есть скорее всего придется подкалывать инсулин потому что он такой тяжелый панкреатит был хотя казалось бы там было что три или четыре единицы гормона роста в день то есть принципе не особо так много но опять же мы щадящий ну на в общем массе сколько принимают ради такого интереса хочу так это немножко попрекалываться вот у меня самая большая цифра которую не культуристы называли в шок просто приводит 30 единиц в день это я не знаю это наверное суицидная доза но это нереально я не знаю как это даже прокомментировать ноу комикс я рассказываю как вот ну прикол иногда просто вот такой реальный человек я пример при мне ставил то есть я прям видел то есть он не врет реально то есть но но я сказал свое мнение как бы ну шприц его буду выхватывать но опять же да во имя чего это все если это какие-то там карьерные амбиции которые там чреваты миллионами долларов прибыли дохода там это ну может быть да а просто пойти в зал бицушки пофоткать можно и своими силами мне кажется абсолютно конечно в тему периодизации хотелось бы затронуть и гормонов рассказать и вот когда люди хотят все-таки получить натуражку такую это ну как бы наполненность да вот этот вот вот это состояние которое на курсе она конечно долго длится получится покороче ну вот я например делаю так мы обычно делаем набираем массу это вот как вы говорите то есть ну вся эта история немножко заливает конечно и прочее прибавляются углеводы я конечно там быстро не использую все равно то есть как-то стараемся да 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 гликемический индекс районе 65 75 то есть за рис когда уходит говоря уже ничего выше риса мы не едим такого вот и потом они худеют да теряется глюкоген из мышц выходят и вот после того как он похудел мы немножечко ему делаем тоже углеводную загрузку тяжеловато я жиры немножко срезаю чтобы они пищеварение было получше ну да потому что и вот наполненность на какое-то время вместе с допустим с каким-то с аргенинчиком какой-нибудь аргенина что что-нибудь такое попить просто общее там витаминизация какая-то идет и прям хорошо конечно тем более что в принципе ну мышечная масса как понятие там грубо говоря в одном килограмме мышц 200 грамм белка все остальное то гликогены вода поэтому грамотно манипулируя вот этими основными составляющими то есть углеводы водичка можно вполне классную даже венозную форму сделать в натурах ну просто она будет не огромная масса там за сотку да но скажем так по индексу идеальной массы там рост минус сто можно вообще бомбовую форму сделать но опять же тут нужна дисциплина даже набирать в натурах можно без жира если там не кушать всякий джанк-фуд типа там бургеры шмургеры булочки и прочее прочее просто люди думают а все я на наборе можно жрать все подряд ну как нельзя потому что потом все будешь терять да но это опять же я считаю вот это вот пропаганда идет то есть показывают культуристов допустим когда кто лесуков по моему раньше снимал любил как он бургеры выходил я просто одно время следил за бодибилдингом активно когда сам немножко выступал если ты бургер захаваешь на курсе это одно потому что у него потом тебя тренировки интенсивнее более агрессивно а если ты будешь бургеры кушать в натураху ну это будет плохо во первых желудок растягивается от этого количества еды и люди думают что на там во время масса набора надо кушать много да не то что много просто качественную еду есть как бы а много это понятие очень растяжимое и она не всегда в пользу но можно съесть много но человека банально ферментов может не хватить это все усвоить как бы ты много не съел ты свой порог натурального синтеза белка не перепрыгнешь смысл насиловать себя и унитаз свой потом не вижу да ну вот в этом плане кстати есть очень интересный момент те кто приходит у меня хочет ну натурально изменить свое тело вот прям ну глобально но при этом и естественно как бы мы договариваемся что мы не будем с оглядкой смотреть на препараты экзогенных гормонов ну неважно то есть я сюда отнесу не только тестостерон но и сама тропин вот соответственно мы что используем проблема в том что вот как я я кстати недавно пришел в эту тему тоже вот прошел обучение где-то в этом в правитэйдж в прошлом году у нас есть кстати у вас возможно тоже есть правитэдж это вот этот институт частные повышение квалификации тоже для врачей вот по моему теперь стал международным да у нас что-то видел рекламу и соответственно я назначаю гхмс по осипу и всем кому назначают в районе тридцатки у всех микробиота кишечника вылетает и липидный профиль потом уже мы меряем вот я просто делал как эксперимент из разряда я сначала гхмс делаю потом смотрю липиды и липиды у них вылетели как правило инсулинорезистентность у них есть и вот это такую кашу завязано а получается микробиота там есть соответственно отдельные представители бактерий сейчас ну не буду превращать это в векцию по микробиоте вот отдельные классы бактерий которые именно считается сейчас их вообще прям напрямую ассоциируют с инсулинорезистентностью да да и понятно что да и липидный профиль тоже нарушается понятно что вообще всасывание холестерина когда есть биопленка в кишечнике то соответственно тоже вот эти моментики все соответственно изменяются а взрослых не оперируете ну только по необходимости если вдруг там привозят какую-то тяжелую травму тогда да а так в основном детей но кстати я должен сказать что детей сейчас с ожирением очень много я когда был хирургом общего профиля и когда оперируешь ребенка с ожирением то картина ну там тот же аппендицит банальный грубо говоря по скальпелю это сало с мальцем просто стекает нитки завязать невозможно потому что они скользкие и ну это как бы потом и тяжелое восстановление тяжелое заживление ран ну как бы дети с ожирением там более тяжелое течение инфекционных там каких-то воспалительных осложнений отек после операционной раны там эксудация повышенная ну такое как в принципе тоже что и у взрослых абсолютно я правильно понимаю они же соответственно все всюду в ту же самую копилку инсулинорезистентности попадают если уж не диабета да ну конечно наверное такие же да у всех начинает ну часто это тоже как бы на фоне алиментарного элементарное оживление но на тоже просто так с бухтой барахты не возникает ребенок ест много когда когда у него гликоза плохо усваивается плохо она усваивается почему потому что инсулина мало да или есть резистентность к нему а резистентность к нему почему потому что есть гипотиреоз да а есть там хроническая гипоксия тканей там аденоиды могут еще у многих детей провоцируют инсулинорезистентность вот нарушение носового дыхания и ну тоже они требуют гормональной коррекции в основном да ну и плюс родители многие любят считают что вот раскормить ребенка чтобы он был круглый пухлый это типа класс но не понимаю что ему потом всю жизнь мучиться с этим и раз уж представитель детской хирургии честно прям я преклоняюсь уникальная такая специальность прям вообще очень круто на самом деле у меня руки и задницы просто хирургия это вот мое я всегда восхищался людьми которые вообще это делают в общем смотрите хотел спросить ваше мнение я снимал на эту тему выпуск но вот хочу как бы человека спросить который оперирует детей я так понимаю ну там кости тоже наверное затрагиваете кого-кого с костным аппаратом работаете поле травма все ну операции практически это я сейчас больше специализируюсь конкретно нам на головном и спинном мозге а если вдруг привозят какой-то там ну и ампутации ну все все как бы любые особенно спинальную медицину тем более просто у нас это в клинике прям больная тема я даже если получится попробую скачать как-нибудь этот эфир с вашим ответом для наших вот так скажем разослать пациентов потому что уникальная информация детского хирурга фактически вот я увязываю причину развития сколиоза не как с ну изначально с партами и прочим а все-таки как и эндокринную то есть когда идет дефицит потому что у него же не рахит но это как субклиника рахита получается вот ваше мнение как еще может чем-то увязывать ну скажем так физический фактор воздействия то есть неправильное сидение там ношение чего-либо физический фактор он просто ускоряет проявление метаболического вот и все мы же не забываем да что есть щитовидная железа есть пара щитовидные железы что если возникают проблемы метаболического плана там с инсулино-резистентностью да то начинаются проблемы с кальциевым обменом а проблемы с обменом кальция ну это как бы осанка в первую очередь ну и опять же все закручивается я имею ввиду в сторону метаболизма то так на меня некоторые коллеги даже ругаются и все время тянешь одеяло на себя тебя если не послушать практически все болезни кроме сифилиса и травмы да они практически все так или иначе связаны с метаболизмом то есть есть пара щитовидные железы да есть там ну очень много факторов которые влияют на метаболизм костной ткани ну а почему у некоторых детей там к 3-4 годам у них все зубы черные там и нет зубов на не им же никто их не выбивает там и не кормит какой-то ртутью там или мышьяком правильно потому что есть проблемы метаболического плана например они едят много сладкого из-за того что постоянно высокий уровень глюкозы начинаются проблемы с костной ткани в том числе и с тканью зубов ну да а кстати у нас еще этим летом я не знаю связано ли это с коронавирусом просто катастрофическое количество сахарного диабета первого типа у детей вот на фоне орвей не всегда коронавирус но вот этим летом прям каждую смену каждое дежурство там по четыре по три человека я такого не помню раньше у вас не ничего такого не нет таких ну детишки не так часто через меня проходят поэтому какую-то статистику я здесь не берусь говорить но у людей вот на фоне коронавируса я могу сказать классика вылетает ну это вот от липидов гомоцистиновых всех вот этих вещей то есть это да то есть я ни одного после коронавируса с нормальным метаболизмом человека не встречал причем они не хотят лечиться люди тоже они типа из разведов поликлиники сказали так пройдет да да хочу отметить такую вот ну как это особенность наверно у детей почему-то не знаю родители не досматривают или что вот говоря о сколиозе там же не только костный компонент есть еще связки да там хондроитин сульфат и прочее прочее недостаточность белкового питания очень часто тоже провоцирует проблемы с суставами и в том числе ну позвоночный столб это как проявление вот поэтому в основном но если родители плохо следят за питанием своих детей дети обычно кушают что побольше сладкого углеводы такой вот и недостаток белка аминокислотный профиль если низкий питание то как бы и начинаются проблемы со всеми белковыми тканями особенно которые имеют соединительно тканную основу то есть связки суставы хрящи ну вы же наверно сталкиваетесь с этим шлятер болезнь шлятера вот да но это да этот кстати тоже вот на этом фоне я тоже в эту же копилку увязываю когда с кистой бейкера дети приходят да 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 явно там какая-то хрень произошла метаболическая но честно вот именно какая-то хрень в том плане что люди очень легкомысленно к этому относятся я говорю ну вот надо кровь там еще что-то причем даже бывают но такие консультации из разряда когда я мимо проходил и просто совет по клинике вот и люди говорят да нам там в другом месте травматолог сказал там сейчас короче легонечко соперируй мало инвазивно все хорошо будет ничего не надо не возвращаются короче ну та же самая история с межпозвоночными так называемыми грыжами там грыжи диска и прочее прочее ну просто катастрофическое количество прооперированных людей но болевой синдром не проходит он остается поэтому не всегда нужно резать то что можно подлечить какими-то питанием диетой там и прочим прочим это очень важно ну как бы что здесь что человек кушает как он уровень физической активности это прямым образом отражается на состоянии его органов и тканей особенно детский возраст они же растут там малейший дисбаланс у сразу проявляется да да согласен но здесь да еще один момент такой вот вы наверное ну со сколиозами тоже работаете но я в меньшей степени но бывает сталкиваюсь а вот ваше мнение вот я просто переработал от корсетов до коррегирующих различных физкультур ну то есть честно прям вот все перепробовал вам вот что больше нравится как врачу ну у нас в харькове есть институт целый они там более такие тяжелые формы лечат а у меня в основном ну если у меня там пациент сопутствующей патологии то в основном это такое легкая там физкультура массажи ну я всех там тащу к себе в тренажерный зал то есть я их могу лечить как там нейрохирург ортопед и сразу же беру к себе на там всякие мануальные кинезиологические дела то есть мне так проще я вижу как человек сразу где-то там добавил нагрузку где-то убрал где-то массаж где-то там под растягиваю ну такое то есть комплексное воздействие опять же если ну я считаю что наиболее лучший эффект это комплексное воздействие один корсет он не вылечит ничего ну это как бы вот поэтому плюс опять же у меня лично скажем так у родственников там была проблема человек носил корсет носил носил все нормально снял время прошло стало еще хуже закончилась это все операции поэтому только комплексный подход ну вот я такой для себя вывод сделал а детишко оперировали таких таких нет это не мой профиль это у нас травматологи ортопеды занимаются у нас слава богу таких прям чтоб требовали оперативного лечения маловато то есть отслеживают их на амбулаторном уровне еще во время там осмотров такое занимаются то есть за этим следят а таких запущенных но мало я давно не видел только там какие-то в институтах научно-исследовательских если там республиканские центры туда там свозят бывает из каких-то глухих сел там маленьких городков ну где люди не имеют возможности там планово осматриваться тогда да а так у нас ну слава богу нет такого в основном все ограничивается вот массажами лфк там поэтому а как относитесь сейчас очень популярна такая коррекция глубокая достаточно получается помните у нас одно время но это тоже такой конечно как медицинский маркетинг сильно популяризовали карбокса была модная у вас была она прошла через вас карбокс терапия когда это было типа прям все карбоксы у нас такого не было не внедрялось у нас ну вот у нас как-то через самару каждый год как новая мода такая идет то есть какие-то процедуры они такие как бы становятся наиболее популярными как новшество такое проводит и вот сейчас вместо карбокса тоже правда стали гиалуроновую кислоту использовать колят по триггерам разные я вот еще не ходил меня зовут на семинар вот разные такие вот методики но из разряда гиалуронг в триггер вот как как ваш но мы такого точно детям не используем по городу я пока не встречал я думаю просто если я услышал я бы сам наверное заинтересовался но пока пока нет пока не встречал на практике очень интересный эффект то есть как мне рассказывал коллега опять же сам не видел за что продал зато купил как там говорится но смысл такой то что есть ли есть какая-то гипертензия там травмы обоснованы у взрослого или у ребенка то есть у нас же мышцы короче получается да допустим перед залом да ну не в смысле непосредственно перед залом но вот перед вот этими вот процедурами которые мы запланировали в зале мы короче бакуем туда гиалуронки она вроде как способствует тому что этот участок у нас становится более эластичным там все с ним все эти метаболические это в теории опять же метаболические все эти дела проходят он на какое-то время становится эластичной и человек когда допустим делает мне опять же не один коллега который сам немножко там потренировывает людей тоже сейчас думает о том чтобы стать тренером он говорит я смотрю по вертикальной тяги по синхронному движению якобы у них даже движение вертикальной тяги и вот лопаток и всего этого ну массива там ромбовидные мышцы вертикальные горизонтальные тяги когда делает он говорит я смотрю на ромбовидную на широчайшую она прям говорит начинает то есть нейромышечная иннервация вот это сама она тоже как бы синхронизируется даже за счет возможно конечно если уходит блок то как бы возобновляется контакт но если помогает но тогда хорошо главное посмотреть чтобы не было каких-то последствий там рецидивов у нас я знаю электрофорез делают там с лидазой с илоновой кислотой но насколько это делают перед процедурами непосредственно вот такими реабилитационно-физическими не могу сказать вполне возможно что делают просто я этого не знаю ну там санаториях у нас есть санаторий здесь на море может и делают если вы коснетесь будете заниматься как хирурга я бы с большим удовольствием смотрел ваш опыт какой-то потом на видео но если когда то что ну если вдруг то конечно почему бы нет я только за я еще стараюсь использовать методики там миофасциального релиза если вдруг где-то какие-то там это очень ну мне нравится потому что она работает даже во время тренировки там ой у меня там тянет болит не вопрос взяли мячик валик гирю гантельку помяли покрутили вообще супер ну то есть это такое как метод острого вмешательства но мне очень нравится вот эти методики миофасциального релиза но я стараюсь не перерастягивать мышцу потому что потом возникает болевой синдром на фоне крепатуры особенно тому такое то есть может можно действовать только одним методом я там два три вместе стараюсь не совмещать но я имею ввиду физически а если совмещать физически допустим вот с таким по типу уколов или чего там гиалуронки ну может интересно было бы да я ну интересно я даже посмотрю может своих начну подкалывать посмотрим ну я вот схожу тоже еще на семинар на один и если у меня еще сейчас прям дальше будет зависеть я думаю что от пациентов найду пациента какого-нибудь я сниму выложу тоже отзыв потому что у меня препараты я нашел какие тоже там используют ну такие там коллеги мне посоветовали в общем рекламируют на планете вот в общем попробую выложу отзывы самого пациента если у вас пациент допустим с какой-то там хронической ну сплексит там какой-то или что-то там патология там плечевого локтевого сустава вы самототерапию не используете в качестве вот терапии нет не было таких у вас наблюдений я назову конкретный случай клинический чтобы соответственно ну все-таки понятно же да в том плане что очень долго можно говорить о том как допустим акромион поврежден поврежден поэтому чтобы не быть голословным я скажу вот один момент когда у меня человек прям реально помогло дозировки все расскажу сейчас в общем чем суть ко мне попадает человек он уже в принципе имел достаточно большой стаж соответственно тренировок он джимовик профессиональный такой то есть он там в районе 170 килограмм он жал там при весе там 82 85 да газете у него конечно же было проходило оно достаточно легко по врачам он не наблюдался особо с ним но я когда конкретно ему мы сдавали полный комплекс всего чего только можно честно не скажу что у него что-то вылетело немножечко у него были переборщил он соответственно с именно понизил очень сильно эстрогены не помню анострозолом он пытался его понизить да да и на этом фоне у него как бы именно как я когда я проводил такой вот собирал ананас опрос проводил мне на этом фоне вот как он описал особенно я думаю что этот долгий прям хронический именно тенденит и вся эта вот тенденитная жимовика классическая она у него присутствовала это просто я хочу подчеркнуть что это не свежак потому что свежак конечно можно лечить а это прям хрон и он на фоне того что он вроде пришел ко мне он сразу пришел проситься то что все равно ему газете какое-нибудь делать потому что он хочет понятно амбиции вот я говорю ну давай сама тропином тогда а сколько лет какой возраст 35 а ну еще молодой а в принципе молодой мужчина вот мы сделали мы сделали спортивную дозировку по 5 единиц сахар у него повысился на одну единицу был 4 стал 5 именно соответственно мы кололев подкожно-жировую складочку в живот и почему так много потому что он не бросал тренировки я так как сам занимаюсь пауэрлифтингом очень активно у нас есть пауэрлифтинге одно условие по крайней мере на тот период пока ты готовишься к соревнованиям ты не совмещаешь пауэрлифтинг с бегом с билдерскими тренировками потому что очень ресурсно затратно и летит фактически все конечно не смог я донести что так не надо помимо этого у него очень активный образ жизни то есть он играет футбол прям нормально смысле там мячик погонять а он там у нас играет за какую-то команду то есть он сегодня 150 пожал завтра он поехал играть бедные колени да плава он там как-то особо не тянул не приседал он и нажал потому что иначе мы бы мы еще собирали там все остальное вот поэтому так много решили и вроде сахар ну четверка для 35 лет нормально вот на этом фоне ну честно вот прям субъективное мнение если у вас другое я с удовольствием вас выслушаю то есть я вообще критику принимаю абсолютно но мое субъективное мнение если на единичку повысился я согласен согласен нет смысл иногда использую метформин как соответственно на курсе или после курса чтобы полностью соответственно выровнять все эти процессы а сколько по 5 единиц в день и сколько продолжительность курса было 4 месяца мы делали полностью вылечили травму эту с сочетанием с физиотерапией массажем но я могу я прям помню пациента очень хорошо делали мы опять же вот по поводу электрофореза безумная штука классная которую вы называете такая старенькая но эффективная я люблю банально с эуфилином но назначаю всегда 40 процедур вот спортсменам вот таких случаях гормон роста кололи раз в день да или два нет раз в день причем дело в том что я как вот опять же мое такое видение вот этот утренний качковский прием сама тропина бывает еще своим где-то фонит но глюкоза с утра вот у него не низкая то есть я вот смотрю вот соответственно по времени у него получалось то что у него всегда глюкоза проседала где-то в час дня вот и мы в час дня ему вводили самотропин да ну и соответственно то на то выходило а вот так вот жахать его из разряда абы до кабы вот опять ждем это самое это лучшее время вот середина дня потому что во первых как ни странно по циркадным ритмом где-то с 12 часов дня до 3 максимальная липолитическая активность либо протеин липаза непосредственно в жировой ткани и в мышцах и на фоне соматотропина инъекций как бы ну он сам работает там по своим терапевтическим до показаниям плюс еще как бы стимулирует липолиз ну это классно тоже не будет лишним и тем самым улучшает усваиваемость глюкозы именно в это время особенно если она с него и и уровень снижается уже понятно что ее потребление клетками растет а на фоне инъекции соматотропина это будет только в плюс а потому что колоть утром это будет гипергликемия ну это плохо это как бы нам не нужно а если колоть на ночь что может возникнуть не во сне гипогликемия вплоть до гипогликемической комы это то ну это вообще как не очень хорошо поэтому да это очень классная схема и ну я тоже придерживаюсь мнения что это самый лучший такой и потом вышло мрт мы делали да или как-то смотрели по мрт мы ему сделали но на самом деле по поводу мрт у него тоже описывают немножко по-разному разные врачи описывали то есть вот соответственно первое мрт что мне пришло очень хорошо видимо она еще была такая воспаленная может быть я думаю что вот сильно бросалась в глаза и там тентенид был описан а второе описание я получил понятно что там не чистая кроме он ну да и кроме как каких-то мало инвазивной какой-то хирургии я не вижу ну способ восстановить полностью все вот эти вещи да дегенерации честно на память я полностью не перечислился само описание вот но там грубо говоря плечу в принципе можно еще жить там по мелочи такая возрастная дегенерация в принципе она и жемяков бывает вот но не не самое идеальное вот и соответственно в чем в чем суть суть в том что просто у него боли пропали и он пошел когда он на пик силы пошел 175 он что лежал у него не было никакой клиники и потом не было полей а вот один курс один курс гормона роста прошел или это было несколько в год там два три это был его первый курс далее как-то я человека ну немножко мы там держим контакт из разряда но я спрашивал пока его все устраивает он сейчас у него ребенок просто родился и он как-то ну на пк тн таком длительном так скажем кэш планирует вернуться там вот но соответственно этом фоне его ничего не беспокоит и глюкоза в порядке да ну периодически он у него есть глюкометр просто он такой спортсмен зожник то есть он все это следит то есть я ему сказал вот как если что-то у тебя выше соответственно 4 и 5 поднимается ты мне пишешь ну раз он уже вот полгода наверное как вот я использовал на выходе вот конкретно здесь не на самом этом а на выходе мы использовали метформин я решил перестраховаться правильно конечно да ясненько хорошо было очень приятно пообщаться надеюсь это это первый но не последний наш эфир совместный еще я тут какие-то темки будем подбирать интересно очень мне всегда интересно с коллегами общаться на какие-то смежные темы а особенно с коллегами из ближнего зарубежья это вдвойне интереснее в тройне даже я сказал бы ну потому что в принципе школа наших учителей может одна советская но вот а мы как-то может уже по-разному что-то вот новенькое вот мне интересно вообще эта схема по гормону роста была я тоже думаю его внедрять потихонечку в терапию там своим клиентам и думал сам когда-то может где-то что-то там потому что немножко плечо но она как бы не болит но иногда так похрустывает на больших весах вот но я для начала пропью хондроитин сульфантом всякие а там уже будет видно но в целом как бы вариант интересный ну я просто так заключение немножко тогда подчеркну раз мы об этом заговорили можем потом сейчас сделаем как анонс а потом если будет интересно можно отдельный эфир этому посвятить и вот сейчас я тоже ищу тоже коллег собрать клинический опыт в общем дело фишка гормона роста интересная не по сахару сахаром там все знают принципе сахаром можно поработать полностью сделать соответственно диаграмму расписать в плане глюкометра да понять где у нас просаживается колоть и все то есть ну вот как в этом случае тиреоиды дело в том вот они то повышаются то понижаются благо у нас какой-то реакции на пяти единицах не было но я уже был готов я из разряда сидел у меня тут открытые шпаргалки я такой так сейчас бомбанет сдай еще звоню в ночью звоню я подумал я весь день ходил нет да еще говорю тэшки давай иди сдавай я прям все мерил ну я имею ввиду некоторые ттг не смотрят я прям ттг т3 т4 вот прямо отслеживаю постоянно часто честно особо они скакали но там в пределах как небольших каких-то инференцев не сильно но повышались то есть вот у меня в сторону соответственно такой субклинического гипертиреоза шоу это как бы ожидаемо потому что все таки сам это тропин он активирует клеточный обмен там тканевое дыхание подключается щитовидка ну в принципе главное чтоб он не подскочил выше нормы там да да но вот я ищу все-таки клинический случай от кого-нибудь полноценный может быть нужно делать более длительно но я имею ввиду я конечно их находил там в интернете и в теории но я имею ввиду может быть кто-то тоже вел пациента вот хочу опросить если найду я вам обязательно какой-то так у нас остается 20 секунд в общем интересно это обсудить я безумно рад с вами тоже прям счастлив что мы так так скажем за такое расстояние теперь можем позвониться ваш опыт интересен вот